да я понимаю что украины я сюда специально украину поставил город какой киевская область вам город ничего не даст киевская область поняла всего какой-то небольшой до спин димка не на украины большая страна там все не запомнишь понятное дело слушать читаю новости пишут путин подписал указ о военном призыве и теперь в армию заберут 150 тысяч россиян как вот это во первых почему авторы как вы к этому относитесь но вот ваше отношение такой новость какой новости это два раза в год вообще-то происходит не понял года в год еще подождите 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 секундочку путин подписал указ о призыве военном подождите секундочку секундочку и теперь теперь смотрите у вас призыв с 18 до 30 лет вот этих вот ребят будут призывать как вы к этому относитесь да у нас всегда так было ты чё дурак что как это не было такого у вас до 27 лет до 27 лет теперь до 30 почему до 30 это когда так а что случилось зачем набирать тридцатилетних мужиков они шут не он масса пола сторона мы защищаемся у нас понятно у вас что случилось а у нашего случилось а мы напали на вас нам тоже надо мясо вам накидать ты это понял а с какой целью напали а с какой целью напали с какой целью напали что хотите ну вот вот что у тебя стиральную машину отобрать так унитаз так и это лета как его у вас там еще осталось ножницы чтобы ногти подстричь не мыло чтобы помыться нет нет я понял может зубная щетки зубные может щетки зубные вам нужны они какие на украине так вы бы слушай слушай так возможно нужно было бы смотрите написали бы нам какие-то письма суда до помощи мы бы собрались вам бы какие-то ну там старые вещи свои отдали бы как мы это делали там девяносто первом году помогли бы вам еще раз зачем воевать ну ладно хорошо поржать поржали потролли потроллись меня к тебе встречный вопрос то есть ты серьезно считаешь что вот это вот то что приказ про весенний призыв в армию срочной армии ты считаешь это информационный повод чтобы зайти на российскую аудиторию и вот этот вопрос мне мне интересно прям у вас призыв был с 18 у нас всегда была ты же у меня спросил нас есть ты же у меня спросил я тебе отвечаю у вас у вас всегда был призыв с 18 до 27 лет а теперь подписал указ на наборе 150 тысяч человек сразу после выборов знаешь вроде бы как мобилизацию не проводим но мы мы сделаем мы возраст не ипполит когда я говорю не перебивание когда я говорю но мы сделаем возраст с 18 до 30 то есть плюс три года а таких людей у вас много больше и поэтому они контракт не хотят подписывать их призывают теперь на срочную службу вот и спрашиваю что случилось алё алё я тебе объясню и наверное вообще наушники-то в голову вставил а мозги наверно не вставил ипполит отвечай по сути ипполит по сути ну да вот смотри а ты куда курси что такой же приказ был еще осенью тоже нет 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 вот только вот только вот только новость появилась дурачок ипполит ты так не подгорай ипполит не подгорай тихо не матерись ипполит все хорошо ипполит все на себя даяй ты вот гегулять ипполит все хорошо ипполит все хорошо ипполит все хорошо ипполитapons достаточно вы сделаете чёртвию? да а как там Мухасаранську у вас? Пос drone ипполит А что произошло? Почему вы так сразу начали общаться на какие-то темы не совсем не суттєвые для нашего диалога? Я же хотел вас спросить, как у вас дела? Как ваши дети воюют или не воюют? Пришли или не пришли? Как у вас там дела? Я же никакого. Я вам сказал, что это люди в церкви. И все. Я сказал, здравствуйте. Доброго дня. А я говорю, а вы саранська, муха саранська. Что там? В саранську мух не летает? Нет. Саранська. С вашим киевом сравниваю. Какой у нас красивый саранська. Красивый саранська у вас. Скажите, как там ваши хлопцы? Они еще воюют или уже их нет? Воюют, воюют. В НАТО у меня воюют. Живие здоровые. Захищают Россию от НАТО, да? Да, да, да. Правильно. Бо НАТО наближается, правильно? Треба защищать. Доброе понимание. Вы умные люди. Да. Вы умные люди. А скажите, как это проявлялось, что НАТО наступает и вы отправили своих детей защищать Россию от НАТО? Как это проявлялось? Как это проявлялось? Вы, самое главное, успокойтесь. Все будет доброе. Я не хочу заспокаиваться. Мені подобается быть таким неспокойным. Доброе понимание, ребята. Не хочется никому в жизни приправить. Нет. Виталик, я же хочу вас запитать. Виталик, я хочу вас запитать. Ви відправили Синів воювати за безпеку своєї країни, Росії, від НАТО. А где проявлялось те, что НАТО хочет на вас как-то вплинуть? Да. Ребята, вы же нас звали. Звали восемь лет, когда Россия придет. И кричали москаляку на Гиляку. Стоп. 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 Мы кричали... Вас восемь лет уговарили, ребята. Стоп. Виталик. Виталик, мы кричали москаляку на Гиляку, а пришли буряти, чеченцы, якуты. Мы кричали москаляку? Де москалі? Это все наши ребята. Пус臭 banner back. Буряти тоже москалі? Не. Ещё в DIF... Стоп. Буряти тоже москалі выходят, правильно? Тоже москалі, да. Это все наши ребята. И якут москаль? Якут моск... Не. Мы кричали «Москаляку на Гиляку». Мы не кричали «Росиани на Гиляку». Мы звали москалі… Мы кликали москалов. Де москалов? Чому пришли буряти? Виталій, я задав запитание. Ось ваши сыны пошли помирать за Россию, за то, что НАТО не наближается, в чужую страну. Такий парадокс. НАТО наближается, а мы пока повоюем с Украиной. Странно, как вас побил сусід ваш, а вы идете биться с другим сусідом зліво. Так странненько звучит. Трошки брехня. Я ж питаю, як ви бачите, що НАТО наближається, і ви готові своїх дітей, рідних віддати, щоб вони пішли захищати Росію від НАТО? Де це видно? Скажіть. В чому проявляється? Наступи. 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 Ми ніхто не бросаємо, а бросайте мені, дорогі. Так що нам ще потрібно Чорне море. Побереже Чорне море возьмем Одесу, Чорне море. А, так ви просто захватуєте? Николай, Днепр. Ви захватчики просто? Да, і Харків. А ще Київ. Віталій, ви просто як Гитлера захватуєте? Наступи. 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 За своєм. За своєм. А як ви оподілилися, що вона ваша? Від наглого людей. Як ви оподілилися, що вона ваша? Слухай. Вам була подарена земля? Ви неблагодарні. Ми її заберемо повернути. А це прямо слова із речі Гитлера на 1932 році, як він вступав перед Третьим Рейхом. Ми подарили данці к Польщі і йдемо забирати свої речі назад, свої країни назад забирати. Наступи. А ви ж русський і с вами Бог, правильно? Наступи. Я бурят. А с вами Бог или нет? С вами Бог. С вами Бог? Зараз вам покажу одну картинку интересную. А ось дивіться, дивіться яка картинка класна. Якую. Дивіться яка картинка. Видно вам, не? Я нічого не бачу. Я вам ближче покажу ось. Ні, нічого не бачу. А ось дивіться. Бачите що написано? Написано, бачите що? Німецькою мовою написано. Німецькою мовою це рімні. Це бляшка від рімня німця і написано. Gott mit uns. Що перекладається. З нами Бог. Це у фашистів написано було на бляшках, на рімнях. Мужчина. 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 Почекай. Віталій. У фашистів на рімнях було написано. Good mit uns. Що перекладається с нами Бог. А я вас запитав. Бог с вами? Да. Виходить що ви фрази фашистки використовуєте зараз у себе. Символіку їхню. Наприклад цитати їхні. От Путін любить цитувати Гітлера чомусь. Я не знаю. Мабуть це його якби вчитель і він його за ним повторює. От в мене запитання. А чому ви копіюєте все що робив Гітлер? Може у вас є в намірах втілити той план Гітлера і ви хочете продовжити? Тобто Путін істинний последователь Гітлера? Так. Ви погоджуєтесь. Ви допомагали. Уважаю. Ви Бога признаєте? Ні. А я ні. Його нема. Бога. Якби Бог був, вас був гарант. Людейський, то він вас спустив. На два міста господні глаза. Ви он вас спустив. Ви Ви, ви меціна. Уважаюта, io до ді, х,. Ini buова є великих своїй. Гошіня. А ви і Біблію читаєте? Уважаюта". І це найбільше свої視і. Я менш кардаюк ее читавшому. А, вы атеист, да? Вы не верите в Бога? Нет, я очень верный. Я даже читал в Церкви. Ну, вы верующий или нет, мужчина? Я вас запитаю. Вы верующий человек или нет? Сейчас не верующий. А, были верующие, да? А что случилось? Сейчас не хочется, потому что это Спаска. Ясно. Это Церковь создана для управления людьми. А Наполеон еще писал. Бог придумал, где бедных, чтобы не убили богатых. Вы здесь терпите несчастные. Здесь вам плохо, но зато вы там в раю бы будете, там будет хорошо. Друзья, чувак может сейчас лапшать много всего интересного и для интересного. У него дети, у него там 5 детей. И у него 2 сына сейчас на фронте. И я каждый раз, когда вижу, спрашиваю, если они еще там, или уже не там. Ну вот, что вам сказать. Дед прокуренный, знает украинскую мову. Он где-то близко жив для наших приедей. Он немного прокуренный мозг у него советский. И он сидит, топит заражку. Мы с таким шоробом посылаем их за русскими военными кораблями. Ура! А вы верующий, нет? Чего я сделал? Вы верующий человек? Да, да. Я понял. Смотрите, а вот заповеди божьи знаете, 10 читали? Да. Да? Вот скажите, вот если, например, шестую заповедь взять, она самая короткая. Не убивай. Не убей. Да, не убей. Да. Ну ты же какой? Ты признан террористом. Понимаешь? Как тебе не убить? Я признан террористом? А где написано, что украинцы признаны их террористом? Как? Извини. Восемь терактов на территории России. Нет, нет. Кто признал, что украинцы террористы? Скажи мне. ООН признал их человека. О, покажи мне, где можно такое прочитать? Где можно такое прочитать? Скажите, мне тоже интересно. Ну где-где-где. На сайте СБУ. Я искал. Я искал, там такого нет. Ну, подожди, мы вас закопаем. А, то есть ты просто так, да, взял, булькнул и никак не можешь эти слова подтвердить? Почему? Вы теракты делаете в России? Кто? У мирных населения, Белгород, у... Кто делает теракты? Вы, Хохоли. Кто делает... Подожди, во-первых, смотри. Хохол — это этнофализм, а этнофализм — это одно из проявлений фашизма. Поэтому ты постоянно, когда выговариваешь это слово, ты постоянно опираешься на признаки фашизма. Понимаешь? Я понимаю, что вы сегодня фашистская страна, и тебе это нравится говорить. Но если ты согласен с тем, что ты фашист, можешь так дальше говорить, продолжая, без проблем. Теперь о терактах. Не, ну ты мне... Я хочу, я хочу... Сейчас я тебе отвечу. Насчет терактов. Хочу вам дать какой-то, ну, один совет россиянам. Вот Путину можешь передать, написать им, на следующий раз как бы будет теракт для того, чтобы уже как-то точно, точно сюда привязать украинцев. Оденьте террористов в шаровары и вышиванки. Еще лучше на АК ленточку какую-то желто-блокитную привязать. И вот тогда, возможно, вам поверят, что это украинцы. А, еще когда они стреляют, чтобы они кричали «Слава в Украине!», а не «Аллах Акбар!». Потому что уже, ну, никак не можете притянуть, понимаете? Уже вам говорят, ИГИЛ говорит, это сделали мы, россияне. Нет, это не вы сделали. Мы хотим, чтобы это сделали украинцы. Поэтому я вам советую. В следующий раз оденьте их в наши национальные костюмы. А селедцы пусть сделают себе такие чубы украинские, казацкие. И завяжут пусть стрички в желто-блоките на АК. Тогда будет более понятно. У вас все нормально? Ну, в целом неплохо, если бы, конечно, не соседняя страна, которая практически каждый день что-то запускает в сторону Украины. Ну да. А у вас как? Ну, значит, не все нормально. Вы русский? У нас все хорошо. Вы русский, да? Нет, я не русский. Не русский? Нет, я не русский. А какая вы национальность? Но хочется быть русским. Карел. Кто вы? Слышали такую национальность? Нет, еще раз повторите, я не услышал там, что залагало. Я Карел. А, Карел? Карел, я понял. А хотите быть русским? Да, хотелось бы. Хотелось бы. Как в песне поется, да? Всем назло. Ну, как вот в этом известном сегодня недохите, который поют так часто сегодня на концерте. Там вот какой-то там этот шаман, по-моему, его зовут. Он там поет, да? Русским. В принципе, вы не считаете это хитом, но слова знаете. Он же там поет, да? Хочу быть русским, там, всем назло. Это так? Да, там есть. Я понял. Потому что я хочу быть украинцем всем на добро. А вы все про зло да про зло. У вас таких слов нет. А почему на зло, а не на добро? У вас есть слова. У вас есть слова. Мы за Украину будем умирать. И еще не вмерла в Украине. А почему на зло русский, а не на добро? Потому что на нас сейчас все разозлились. Так, а наоборот же ж это же на вас. Да, конечно. Подождите. Это же на вас разозлились. А вы должны отвечать добром же ж? Вы же на добро? Типа, вы же страна добра или зла? Да. Вы добро, мы отвечаем. Так, а почему поете на зло? Всем хотите быть русским? Может на добро надо петь? Я еще раз говорю, сейчас такая ситуация. А вы себя считаете, вы себя считаете стороной зла или добра? Я считаю, что наша страна, страной добра. То есть вы несете добро? Правильно? Да. Да. А как же вот вы... Мы никому ничего не несем. Мы просто отстаиваем те ценности, которые у нас есть. Вот. Наконец-то. Первый человек, который о ценностях заговорил. А какие ценности есть у россиян? Скажите, пожалуйста. У русских. Ценности? Да. Жить в ладу самими собой, уважать своих предков, работать на будущее страны. Это главные ценности, которые вы несете в страны, у которых этого нет. Правильно? То есть у нас в стране нет такого. И в Германии такого нет. Там или в Казахстане. У вас насчет Германии не знаю. Но я еще раз говорю, мы никому ничего не несем. Мы просто просим нас не трогать. Вы сказали, что вы в мир несете свои ценности какие-то. И обозначили только что. Я еще раз повторяю. Я еще раз повторяю. Он сразу сказал, мы никому ничего не несем. Все? Все? Видите? Какая классная тема. Видите? Сложно ответить. Когда я спрашиваю, какие ценности вы несете, вы начали какой-то абсурд нести, и потом поняли это, что вы абсурд несете, и сразу мы уже ничего не несем. Это же вы сказали, что ценности несете. Это же вы сказали, что вы ценности какие-то в мир. Мы отстаиваем свои ценности. Какие ценности вы отстаиваете? Какие? Я еще раз повторяю. Жить в мире. В согласии. Жить в мир. Вы отстаиваете. Гордиться своими предками. Это ценность. Работать на будущее страны. Чтобы наши дети нами гордились. То есть вы методом зла и войны в другой стране несете себе мир в страну? Мы отстаиваем мир там, где уничтожают людей. Войной. То есть вы начали уничтожать какую-то другую национальность, геноцид в другой стране делаете, и этим отстаиваете мир. Чтобы войну победить, войну надо вести. И начать ее, правильно? Вы ее развязали, и потом хотите ее закончить. Развязали вы в 2014 году. Каким образом? Путем бомбардировок районов, которые с вами не согласны. Путем блокады Крыма. Блокады Крыма? Я с вами был не согласен. Блокады Крыма? Да. Это вы... О какой вы блокаде говорите? Какой это период? Энергетической и водной. В какой это период был? Какой год? Это в 2014 году началось. После оккупации Российской Федерации, правильно? После возвращения Крыма в состав России. А, он уже в 2014 году вернулся в состав России. Он в 2014 году вернулся в состав России. И после этого началась блокада Крыма со стороны Украины? И после этого началась блокада Крыма, да. Ничего не понял. То есть вы аннексировали Крым, должны вроде как за нее нести ответственность, а мы блокаду... Мы несем за нее ответственность, поэтому там все возродили. Нет, нет. А тогда в чем проблема? Ведь по Женевской конвенции, согласно Женевской конвенции, если страна оккупирует чужую страну и аннексирует... Вы кто по профессии? Вы кто по профессии? Мужчина, я договорю, а потом вы будете говорить. Я вам потом отвечу, кто я по профессии. Согласно Женевской конвенции, вы... Страна, которая оккупирует другую территорию, несет полную ответственность за эту территорию. Тогда мы здесь причем. Какую блокаду? Не понял. Я еще раз повторяю. Я еще раз повторяю. Если вы юрист, международник, ну давайте мне рассказывать о женеской конвенции. Вы так сильно не нервничаете, мужчина. Мужчина. Мужчина, вы так сильно не переживаете. Все хорошо. Мне не интересно еще раз повторяю ваши мысли о женеской конвенции. Успокойтесь. Выдохните. Выдохните. Скажите. Я не волнуюсь. Не переживайте. Обязательно говорить о погоде. Только тем людям, которые работают в гидрометцентре. Или можно просто пообщаться? На бытовом уровне мы можем с вами пообщаться. Вот мы и общаемся. Вот мы и общаемся. Вот я вас и спрашиваю. Согласно? Еще раз говорю вам. Еще раз говорю вам. Согласно? Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Окупант несет полную ответственность за территорию, которую он оккупировал. Не надо плевать в камеру. Мужчина, вы заплевали уже в камеру всю. Вы заплевали в камеру. Уже плохо видно. Не надо плевать. Все хорошо. Выдохните. Выдохните. Все хорошо. Если вы что-либо нахватали на бытовом уровне и не знаете вопроса. Я вот, например, не разбираю женевских конвенций. И мне с вами разговаривать на эту тему неинтересно. Потому что я не знаю женевских конвенций. Я вам говорю. Вы, я так понимаю, неизвестный народник, который разбирается в международном праве. Я же вам хочу ответить. Страна, оккупант. Давайте ответим. Страна, оккупант. Даже несет полную ответственность. ИПОЛИТ, не перебивайте, пожалуйста. ИПОЛИТ, не перебивайте, пожалуйста. ИПОЛИТ, ИПОЛИТ, я вам ответил. Я вам уже ответил. Была принята конвенция о международном праве. Как ИПОЛИТ, как подгорают. Вы видите, не хочет спілкуваться. Он понимает, что я десь уже правый, что десь сейчас он втопается, закопает себя на дно и не хочет на эту тему говорить. Так мы решили насчет Крима, что страна, которая оккупирует чужую территорию, она несет полную ответственность за эту территорию, снабжая ее товарами, электроэнергией, водой и так далее. И скажите мне, пожалуйста, было бы ли это все, если бы Российская Федерация не вторилась бы в Украину? Были бы эти обстрелы, бомбардировки, блокады и так далее? Ну давайте со старта начнем. Хорошо. Давайте. Что здесь хорошего? Давайте начнем со старта. Вы считаете, что Крым это территория Украины? Конечно. Вы считаете, что Крым это территория Украины и там живут граждане Украины? Я уже ответил. Вы сказали, конечно. Крым это территория Украины, согласно конституции самой Крыма и конституции Украины и согласно конституции России до 2014 года. Поэтому тут не может никаких вопросов вообще. На каком основании вы своих граждан отключили от электричества и воды? Еще раз говорю. Еще раз повторю. Один раз повторяю. Больше я не буду. Если вы туповатый и вам эта информация не заходит, если вы туповатый и вам эта информация не заходит, я могу сослаться на конкретные документы. Если вы готовы подождать, я найду Уженевскую конвенцию и вы посмотрите. Да? Готовы? Все. Все. Эй, куда же ты дивился? Ну, как не серьезно, а? Друзья, почитайте. Женевская конвенция 12 августа 1909 года о защите гражданского населения во время войны. Тут есть статья 47, 48, 49. Ось кому интересно, сядьте, почитайте. А он почему-то измылся. Не знаете, чего они? Вы с Ростова-на-Дону, а чем хотите? Вы с Ростова-на-Дону. Понял. А сейчас находитесь в Москве, да? По работе? Нет, Ростове-на-Дону. Нет, понял. У вас, значит, VPN стоит, потому что Москва показывает. Нет у меня VPN. Москва это у вас показывает общий провайзер Ростелеком. Если бы вы взяли другой гаджет, он бы по IP-адресу определил, что у меня сейчас стоит Билайн, Ростов-на-Дону. А у вас сейчас пока Ростелеком, это общий провайзер. Я понял. Я вижу, вы спортсмен. У вас не тот гаджет стоит. Я вижу, вы спортсмен. Нет, я пенсионер, мне 70 лет. Нет, я понял. Но вы спортом занимались, скорее всего. У вас такое телосложение. Нет, я занимался физическим разведением. А любите спорт вообще? Значит, идти... Смотреть мне нет. Я понял, что там все куплено. Не материте? Я спорт хочу. А вот не скажете, почему... Россия не может принимать участие, например, в Лиге чемпионов, российские клубы, футбольные матчи. Что случилось? Или там в чемпионате Европы... Есть политическое решение. Есть политическое решение. А что случилось? Уже давно насрали на... Спорт не... Потому что насрали на главный принцип спорт не политически. Так а почему? Кто насрал? Кто? Я же... Я так вот... Ну, федерации насрали. Это международный федерации. Я просто слышал... Спорт стал политическим. Я просто слышал... Спорт стал политическим. Понял. Я интервью слышал тренера сборной России. Он очень по этому поводу переживал. Он говорит... Блин, задолбали меня эта политика. Все... Ну, то есть все рушится. Спорт не развивается. Вот я говорю... Что такое? Какие-то санкции наложили на спорт, да, получается, российские? Получается... А вопрос такой у меня. А вы, в свою очередь, какую-то ответочку сделали? Санкции наложили на Европу там по спорту или на Америку? Зачем? Ну, я не знаю. Зачем? Ну, как-то надо же ответить надо или как? Зачем нет? Не надо... Вы как терпилы. Вас санкциями все обожили. Россияне там плачут, не развивается спорт. А вы как-то их наказали за это, нет? Это ваше. Ваше мнение ради бога. Вы думаете, что это? Я понял. Мы считаем, что спорт вне политики. Или просто... Или просто нету возможности наказать как-то их? Никаких санкций вы не можете наложить на Европу? Потому что они... Нахрен никому не впали, российские санкции. Ладно, извините. Я еще раз говорю. Я еще раз говорю. Есть принцип. Спорт вне политики. Из-за этого есть принцип в потере. Смысл? У нас есть свое. Мы говорим, ну раз спорт в политике, так мы и организовали свои игры. Все, приезжайте сейчас. У нас спорт вне... К вам приезжать в азиатские игры? В азиатские... Это футбол азиатский, да, игры? В азиатские. Вы почитайте, какие у нас игры. А какие у вас игры? Вы даже не знаете, о чем говорить. Вы начитались одну сторону, и все дальше что? Я понял. Как вы видите... Как вы видите окончание нашей войны? Как бы вы хотели, чтобы это закончилось? Не материтесь, мужчины. Ну ты же только что сам матерился. Я матерился? Ты мне делаешь замечание, а сам только что матерился. А что я сказал? Какой матерский? Какой мат сказал? Какой? Ну вот ты... И все. И нахуял. Тихо, 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 тихо. Ты же сам только что... Тихо, я такие слова вообще в жизни... Тихо, тихо, тихо. В таких слов... Ну вот смотри... Я таких слов в жизни не говорил, мужик. Ты шо? Да ты только что говорил. Ты шо, стоматологией хвастаешься? Зачем ты начинаешь? Ты прокинулся, мне 70 лет. Да я понял. Я понял, что... 70 лет. Я понял. Да, у меня зубки уже... Да, у меня уже зубки старые, но свои, вот эти свои. А какого ты года? Желтые. Какого ты года, мужик? 54-го. 5 февраля 1964. 54-го. А, 64-го. Ну потом раз и бегом взбрекал. Ну ладно. 54-го. Понял, понял. 5 февраля. Понял все. Так ты получается что? Ты за Советский Союз или нет? Против категорически. Против? Понял. Ты мне так не сказал, как бы ты хотел... Советский Союз... Как бы ты хотел бы, чтобы закончилась война? Я же начал вам говорить. Я же вам начал знать. Что я бы вот сейчас видел. Вот где сейчас есть остановились. Остановились. Все. Да, Украине придется создать заднюю, ну, признать территорию. Вот где есть дальше непродвигаться. Все. Вот остановились. Эта территория отходит от России, где провели... Черговый шабанованный россиянин, друзья. Не бачу смысла далее услухать. Как всегда, подписывайтесь на канал, лайк, коммент пишите. И слава Украине! Д 그렇んで. Все. Всё.